Новогодний подарок для Влада Лемещук. К завершению подходит сбор средств на лечение тяжело больной девочки из Мирного. Когда 4 месяца назад начинали сбор денег, многие не верили, что удастся собрать 5,5 миллионов рублей. Однако жители республики откликнулись на призыв о помощи и в итоге собрали почти всю сумму. Подробнее об этом Наталья Николаева. Сбор средств для Влада Лемещук входит в завершающую стадию. Укрепление рубля и снижение курса евро помогли многократно уменьшить сумму. Напомню, девочка попала в ДТП летом этого года и получила перелом позвоночника. Влада уже перенесла три операции и теперь, чтобы встать на ноги и самостоятельно ходить, нуждается в реабилитации. Провести ее необходимо в испанской клинике Гудпана. Стоимость лечения составляет 76 тысяч евро. За счет благотворительных пожертвований собрано более 69. Мама Влады поменяла деньги на евро. И мы все были приятно удивлены. Благодаря стечению обстоятельств сумма у нас многократно уменьшилась. Окончательная для сбора. И мы вышли, можно сказать, на финишную прямую. Нам осталось собрать 520 тысяч. Ну, это вот округляю. И по сравнению с тем, что было у нас в начале, в начале октября, это, конечно, колоссальный, можно сказать, даже успех. Чтобы узнать, как чувствует себя девочка сейчас, мы связались с ее мамой. Ну, девочка на сегодня чувствует, конечно, себя намного лучше. После всех этих операций, после первого курса реабилитации. Мы прошли первый курс реабилитации в городе Бердске. В реабилитационном центре Ортес. Были там 23 дня находились. Конечно, есть у нас уже какие-то успехи первые после всего этого. Ну, сейчас вот врачи нацели на том, чтобы нам отдохнуть в домашней обстановке, чтобы именно от медикаментозного лечения, как бы, организм отдохнул. И потом уже на следующую реабилитацию, на длительную, чтобы мы уже были конкретно готовы. Близится главный праздник страны. А говорят, под Новый год, что не загадается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Доченька, какие у тебя мечты? Сейчас моя самая заветная мечта, чтобы скорее встать на ноги и переехать в родной город. Мирненские волшебники обязательно помогут осуществиться мечте Улады. Девочка непременно будет ходить. Наталья Николаева, Роман Ларин, Алексей Меркулин, Илья Засухин, Владислав Солдатенко, телеканал «Алмазный край». Роман Ларин, Алексей Меркулин, Илья Засухин, Владимир Меркулин.